11 видов спорта и почти три сотни участников. В Якутске завершилась восьмая городская спартакиада среди людей с инвалидностью. Два дня они боролись за призовые места. Итоги соревнований подвели сегодня в спорткомплексе Мадун, рассказывает Юрий Осипов. Вся в спартакиаде уже является большой победой над собой. В этих соревнованиях участвуют не только профессиональные спортсмены, но и все желающие попробовать свои силы. Достаточно лишь подать заявку. Именно здесь сковали семена прославленных паралимпийцев. Моя карьера началась также с спартакиады. Я начал проявлять свои возможности, свою волю, свой характер на таких соревнованиях. Надо, чтобы дети, спортсмены себя испытывали. Количество участников городской спартакиады возрастает с каждым годом. Если в первой спартакиаде приняли участие около 70 спортсменов, то в этом году их число составило 253. Соревнования проходили в четырех функциональных группах. Здесь участвуют как люди в возрасте, так и совсем молодые спортсмены. На два вида спорта принял участие. На легкой атлетике занял первое место. И вот тут в голболе тоже занял первое место. На спартакиаде принцип «главное не победа, а участие» раскрывается в полной мере. Ведь помимо победы в соревнованиях, это возможность познакомиться с людьми, которые разделяют твои интересы. Основной целью мы ставим не достижение высоких спортивных результатов, а все-таки массовость. Участники, показавшие себя лучше всего, примут участие в республиканской спартакиаде, которая пройдет в 2018 году. Юрий Осипов, Андрей Рукавишников, Георгий Григорьев, Василий Соловьев, НВК «Саха», Якутск.